Всем-всем привет, с вами Клеопарда. Топовый клан 17 уровня под названием Мураша открыт набор, начиная от 10-го тоннхола с адекватной прокачкой. Клан весьма хорош не только во всех игровых режимах, это КВ, ЛВК и клановые игры, но еще и покупка. Очень много в плане 11-х и 12-х тоннхолов, поэтому поддерживается конкурентная среда, а также живое общение. Да и с донатом у ребят никаких проблем нет, естественно он всегда фуловый. Что же касается результатов, то ребята сейчас поддерживают очень хорошую планку в ЛВК. У них лига мастеров 3-го уровня, в которой они успешно находятся. Да и с КВ в принципе тоже проблем нет, поскольку оно идет в режиме нон-стоп. Все, что требуется от новичка при входе, это пройти испытания, показать на что вы способны и влиться в состав клана. Хэштег я оставлю в описании, мест не очень много, так что торопитесь. А я вам сегодня покажу очень интересного игрока, на мой взгляд он реально является читером, потому что как он такое сделал, честно говоря, я не могу дать ответ. И для начала давайте взглянем на наш клан, Дэм Клан Геймс. Если кто-то не в курсе, это клан моего семейства, который специализируется на клановых играх. Именно этой теме будет посвящен сегодняшний ролик. Так вот, если мы откроем профили некоторых ребят, которые постоянно играют в клановых играх и посмотрим их достижения под названием Чемпион Игр, то увидим, что у них по 100-120 тысяч очков в играх кланов. Если вы откроете свои профили и, возможно, вы играете не так часто, то у вас будет, конечно, количество меньше. Но я точно знаю, что есть игроки, у кого по 140-150 тысяч очков. Напомню, что клановые игры появились в декабре 2017 года. Иногда они проходили два раза в месяц, иногда проходили один раз в месяц. Но если мы посчитаем приблизительное количество очков, которое можно было набить, при учете, что в каждой ХК это где-то было примерно 4-5 тысяч на человека, то как раз те самые 150-160 тысяч очков и получаются за все время, если играть постоянно в клановых играх и не пропускать их, и максимум набивать очков. Однако, если мы посмотрим вот на этот профиль, его тег я оставлю в описании, вы сможете найти его в самой игре, то на первый взгляд не покажется ничего странным. Вроде это фуловый ТХ-12, сидит в легенде, является сороком клана, ну и по большому счету обычная фуловая 12-ая ратуша, таких много в игре. Однако, если мы с вами прокрутим его достижения и посмотрим на достижения чемпион игр, то увидим просто огроменную цифру. 380 тысяч 835 очков достижений чемпион игр. И тут создается вопрос, каким образом у этого игрока получилось столько набрать. Потому что, опять-таки, если вы посчитаете с декабря 2017 года все клановые игры, озадачитесь и найдете все даты, вы поймете, что число очков, которое можно было набрать, гораздо меньше. Как у него это получилось, вопрос на самом деле очень хороший. Кстати говоря, если пролистать его достижения ниже, у него аккаунт не привязан к Supercell ID, но это так, чисто к слову. Если на него посмотреть по всем остальным параметрам, по всем другим достижениям, то там нет ничего, в принципе, необычного. Если мы сейчас посетим базу, то еще раз убедимся, что это действительно фуловый аккаунт. У него не только фуловый профиль с героями, с войсками, но еще и полностью фуловая база. Но вот как у него получилось это все сделать, честно говоря, непонятно. Я бы еще могла как-то предположить, что, возможно, он пользовался каким-то багом или что-то еще, если бы у него было, к примеру, 180 тысяч, ну или хотя бы 200. Но 380 это в разы больше, чем у тех ребят, кто постоянно играет в плановых играх. Мне писали многие наши СНГ ребята, чтобы я сняла ролик про их аккаунты, ведь они играли в каждом ИК, постоянно набирали максимум очков, но у них гораздо меньше, у них не 380. И это единственный игрок в клэше, у кого такое количество очков в этом достижении. Если посмотрим на DS, то здесь у него, кстати говоря, тоже все очень здорово. Очень много кубков, которые взяты из престижа, и вообще на DS активно играет. Однако еще одна странность, которую я заметила, что этот игрок находится в клане из Бенина. Это государство в Африке, однако можно заметить, что в клане очень много игроков, и вообще шапка клана написаны на китайском языке, то есть как бы вроде это Бенин, но при этом это китайцы. Если посмотрим по ЛВК, то они вроде устойчиво сидят в одной лиге, а вот с КВ как-то у них не очень. То 100% берут, то вообще 50% по количеству урона. В общем, клан достаточно тоже непонятный, и почему у них стоит место расположения Бенинда, вроде в Африке должны говорить либо на местном языке, либо на французском, поскольку бывшая колония Франции, но почему-то тут китайцы. Кстати говоря, еще один забавный факт, если вы переведете ник этого игрока, то на русский язык это переводится как «нужен маленький каштан». Я не знаю, почему у него такой смешной ник, но это реально действительно с китайского переводится именно так. Но вопрос с достижением чемпион игр по-прежнему остается открытым, поэтому если вы знаете, как вообще такое возможно, как можно было столько очков набрать, напишите об этом в комментарии, пишите свои предположения, возможно мы сможем с вами дойти до истины. Но пока что вот такой странный игрок существует в Clash of Clans. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, не забывайте подписываться на канал, и, конечно, удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok